Я где-то 3-4 года занимался разными продуктами, потом мне стало прям скучно, грустно в корпорации, захотелось какой-то такой динамики, и я ушел с Касперского и познакомился с компанией Metabar, в которой работали ребята и делали платформу браузерных приложений. И суть ее была в том, что любое СМИ, любой газета, журнал мог прийти на платформу Metabar и буквально в несколько кликов создать свое приложение для браузера. Как правило, это была лента новостей с логотипом, с оформлением тех же ведомостей российской газеты и так далее. Я присоединился к ребятам, мы развивали эту платформу довольно успешно, и подключили, по-моему, практически все российские газеты, журналы, порталы. Спортбокс, Спортсру, Первый канал, Перец, Православие, Ру, Космон. То есть действительно обошли абсолютно весь рынок. Мне кажется, не было ни одного СМИ, газеты или какого-то такого издания, которое бы не имел приложения на нашей платформе. Когда мы поняли, что все, рынок закончился, мы решили, куда развиваться дальше. Где деньги? Деньги в e-commerce. И, соответственно, мы попробовали переложить нашу модель вот этого продукта для медиа переложить на e-commerce. Я бы сказал, у нас это не получилось. То есть ребята из e-commerce, интернет-магазинов жили абсолютно в другом мире по сравнению с медиа. И когда мы приходили, рассказывали про нашу платформу, про наш продукт, они говорили, ну, типа, окей, это все понятно, сколько новых пользователей вы нам приведете. Мы говорим, да нет, у нас продукт про возвращаемость, про ретеншн, про вот это все. Они такие, ну, да, да, это все круто, какой трафик, какие конверсии, сколько там. То есть мы прямо общались с ними на другом языке. И запустили несколько пилотов, но ничего хорошего из этого не вышло. И поэтому мы решили, что нужен свой продукт, отходить от платформы. И это было такое довольно трудное решение. Но мы переключились и запустили свой продукт на нашей же платформе, но уже самостоятельный. Назвали его «Советник». И суть его была в том, что когда пользователь посещает какой-то интернет-магазин, не знаю, например, там, NVIDIA заходит на страничку с iPhone, приложение понимает, что это iPhone, ищет более выгодную цену на этот же самый iPhone с учетом его модели, характеристик, гигабайт и так далее. Находит и говорит, Роман, покупай этот же самый iPhone, но там на 5 тысяч дешевле в другом магазине. И предлагает, например, список, в принципе, магазинов, где продается этот iPhone и более выгодную цену, чем ту, которую ты видишь сейчас. Это крутой продукт. Я перебью тебя, Максим. Есть же конкуренты у него, правильно? То есть вы не одни были на рынке, и вы с кем-то соперничали в этот момент? Да. Насколько я знаю, там, Vilsacom постоянно кого-то рекламировал с подобным продуктом, с точки зрения сравнений, по ценам, возможности купить где-то еще. Да, когда мы стартовали, в России было еще два конкурента у нас. Был такая платформа Rubar, и был еще, как же он, Z-Price? Нет, не Z-Price. Какой-то Price, уже не помню. И мы, собственно, да, мы конкурировали, но мы обогнали, и уже сейчас, по прошествии лет, можно ретроспективно сказать, в чем же было наше преимущество. Потому что когда все стартовали, в принципе, все одинаково, браузерное приложение, более выгодные цены и так далее. Но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что наше преимущество было в том, что мы реально смотрели, были, скажем так, направлены к пользователю, лицом к пользователю. То есть если ребята, с которыми мы конкурировали, пытались все-таки побольше заработать, то есть это было где-то на грани показ лишний раз, отвлечение пользователя, где-то какие-то рекламные предложения, то мы все-таки целились в то, чтобы делать продукт именно для пользователя, и чтобы любой показ приносил пользователю какое-то value, чтобы он был рад, доволен, а не раздражался тем, что ему что-то появляется на экране и отвлекает его. Надо сказать, что вот именно этот момент потом нам позволил выиграть в гонке конкурентов, когда в 2014 году мы продавались Яндексу. Максим, в каком году ты занимался этим продуктом? То есть как давно это решение было придумано? Оно выглядит очень полезным и ценным для рынка, и я лично таким не пользуюсь сейчас, но я знаю много ребят, которые много цен сравнивают между собой, выбирают наилучший вариант. В каком это году было? И что сейчас происходит с проектом? Ты говоришь, что он занимает лидирующее место. Как у них сейчас успехи? Стартовали мы его в 2013 году, вот именно для e-commerce рынка. Мы в 2013 году решили приостановить работу над платформой для медиа и сфокусироваться именно на продукте советник для e-commerce. В 2013 году мы его запустили ближе к концу. К концу года, ноябрь-декабрь, мы нащупали очень классную модель дистрибуции. То есть мало сделать хороший продукт, надо уметь его донести до пользователей. И мне пришла в голову очень новый подход к дистрибуции браузерных приложений, что позволило нам уже к апрелю, то есть через 5 где-то месяцев, показать прям вот любимую клюшка рост такой стартаперский, когда вот прям экспоненциальный рост пользователей. Свечку. И как раз с апреля месяца мы начали общаться с Яндексом, показывать наш замечательный экспоненциальный рост и начали общаться уже с Яндексом по поводу покупки, продажи компании и перехода в Яндекс. И как раз тот момент, что мы относились, делали продукт для пользователей, позволил Яндексу сделать правильный выбор и купить именно нас, а не конкурентов, потому что наш продукт был наиболее дружественный, наиболее юзер-френдли и отвечал, скажем так, идеологии, вообще принципам Яндекса по стране продуктов именно для пользователей. Мы не старались заработать на всем подряд, а старались все-таки делать в первую очередь хороший продукт, ну и зарабатывать на этом тоже. Расскажи про сделку. То, что ты можешь, естественно, рассказывать, это, мне кажется, мечта любого продукта, сделать продукт, который купит такой гигант, как Яндекс. Как это было? Возможно, цифры, сколько это стоило? Ты продал полностью проект или там частично? Что дальше было с этим? Ну, наверное, первое, что хочется сказать всем на будущее, то, что все сделки, у меня в жизни было две сделки с российскими корпоратами, и это всегда долго. То есть, ну, не бывает такого, что встретились, договорились, классно, и завтра вы уже сидите там и отмечаете, скажем так. Это, как правило, долго. История с Яндексом у нас началась в апреле, апрель 2014 года, когда мы начали уже там ездить друг к другу в офис, общаться, рассказывать там, а как у вас, а как у нас были. По сути дела, любой такой покупатель хочет посмотреть на трекшн, действительно ли вот в моменте мы принесли, показали там эту клюшку, это все классно, а действительно ли там тренд продолжится еще через месяц, а еще через месяц. И получается, где-то с мая и по декабрь весь вот этот период подготовки к сделке, то есть там и юридическая сторона была, когда нам нужно было и где-то устав в компании переделать, и довольно много изменить, подготовить компанию вообще к сделке, к продаже. В дальнейшем мне это помогло уже при старте новой компании, уже сразу на старте задумываться об интеллектуальной собственности, о том, на кого все это оформлено, какие задачки там на разработку каждого там винтика-болтика оформлены там в джире или в другом таск-трекере, потому что когда доходит разговор до сделки, до оформления, то, конечно, покупатель хочет знать, что он покупает, и то, что это было не украдено, нету никаких проблем там с какими-нибудь уволившимися разработчиками, и так далее, что все права принадлежат компании, они легальны и, собственно, легально передаются уже новому владельцу. Так что это, по сути дела, к продаже нужно готовиться во время старта вашего проекта, то есть вы завтра стартуете какую-то компанию, стартап, вот с этого момента надо готовиться к продаже. А это хороший вопрос. Есть проекты, которые ты делаешь, ну, то есть, получается, ты создавал проекты, ты знал, что ты будешь его продавать корпорации, или просто так вышло, и вот сейчас, запуская новые проекты, ты целишься в то, чтобы сделать крупного игрока или конкурента, или ты делаешь продукт, который выкупит просто корпораты, и ты, условно, сделаешь себе там иксы? Ты знаешь, ну, одно другому не мешает, то есть все равно на старте, наверное, прям вот такого, что вот это 100% будет там продажа, вот там, не знаю, через год и так далее, есть мысли такие, то есть такой вариант точно рассматривается, все равно думаю над стратегами, кто мог бы быть потенциальным покупателем, и самое главное, зачем эта технология или продукт этому покупателю, но прямо так вот, чтобы на старте, конкретно под компанию, хотя если такая возможность есть, то есть если на старте прям есть понимание, что вот эта технология в этом продукте идеально подойдет там условному там Яндексу, Сбербанку или там Майкрософту, то это очень хорошо, если есть уже такое, может быть, даже я бы сказал, оно должно быть, если, ну, то есть, какие-то перспективы, если на старте вообще непонятно, кому это нужно из стратегов, кому это нужно из пользователей, то, может быть, тогда не стоит этого делать. Ну, это да, должен входить в какой-то растущий рынок. Окей, ты говоришь, у тебя было две сделки с корпоратами, а какая вторая, и, ну, типа, дополнительный вопрос, можешь ли ты раскрыть какие-то другие цифры по сделке с Яндексом, может быть, за сколько, или что входило в эту сделку дополнительно для тебя лично, если мы говорим про нефинансовую мотивацию, возможно, какие-то такие были детали. Ну, сначала про Яндекс, потом к следующей. Ну, прям официальных цифр раскрыть не могу, только могу повторить то, что было в СМИ. В СМИ было озвучено, что что-то около 4 или там 4 плюс миллиона. Вот так это было озвучено в СМИ, как бы я могу это все повторить. В долларах? Да. Да, это важно все равно говорить для студентов наших. Да, там 4 плюс миллионов долларов. Это оценка компании, правильно? Ну, да, да. Это, по сути дела, то, там, сделка, как была закрыта. Вот, что касается самой сделки, мы продали продукт и перешли всей командой, кроме бухгалтера, перешли в Яндекс. Яндекс сказал, спасибо, у нас бухгалтеров прямо уже хватает. Вот, а в остальном все админы, разработчики, аналитики, ну, в принципе, вся наша команда переехала в Яндекс. И вот тут, надо сказать, Яндекс, ребята из Яндекса очень правильно поступили. Они не попытались, как это часто бывает при слияниях, поглощениях с корпоратами, не попытались, там, взять компанию. Сейчас мы возьмем какой-то там стартапчик и своими корпоративными правильными мыслями там все это переделаем. Как правило, это разрывание там уже работающей системы на вот эти вот матричную там корпоративную структуру. Там теперь дизайнеры едут к дизайнерам, админам к админам, разработчики у нас живут там-то, у них там какие-то руководители. Ну, и, собственно, весь вот этот работающий отстроенный организм очень часто корпораты берут и ломают. То есть, по сути дела, нечто купили работающее, потом это все поломали, а потом, ну, удивляются, почему это работает немного не так, как они ожидали. Яндекс в этом плане молодцы. По крайней мере, вот первые несколько лет нас не трогали совсем. То есть мы таким же стартапом внутри корпорации сидели даже в отдельной комнате, полностью независимые в плане у нас также оставались своя команда разработки, аналитиков, продакт-менеджеров там и т.д. и т.п.